Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Снова с вами встречаюсь. Сегодня пятница, 22-е. Продолжим наши разговоры о подготовке к весне. Сегодня будет тема, как уже в начале апреля по почкам кустарники, малину, смородину, яблони и другие по почкам, по коре будем опрыскивать сывороткой с микроэлементами. Ну, в конце я, как всегда, уже третий раз, а будет еще четвертый, наиболее интересный в виде американца. Вам покажу. Четыре штучки, как всегда, о интересном. Это те же подходы, что у меня. Кратко, сжато, чуть-чуть упрощено, чуть-чуть изменено, но в то же самое. Хотя он сыворотку не применяет. Вот, сегодня я собрал свежую сыворотку. Дважды ее процедил через сито. Вот у меня, я им еще не пользовался, сегодня первый день буду пользоваться. Мощный аккумуляторный на 8 литров. Опрыскиватель с двумя соплами. Ну, у него разных много приспособлений. Зарядил аккумулятор, проверил на воде, работает. В чем сложность, что у меня ждет. Сыворотка концентрированная. Я ее разбавлю водой. Я ее процедил, но я же должен добавить микроэлементы. Акварин, допустим. И вдруг она через 2 часа, еще дополнительно, остатки казина выпадут и забьют мой насос. Попробую. Если не получится, как-то что-то буду менять. В сыворотку буду добавлять. Ну, вот сразу. Вот у меня Акварин, вот у меня Аквалис. У них микроэлементы одни. Сегодня попробую максимально возможную концентрацию. Грамм. Ну, здесь не 10-8 литров, не 20 грамм, а 18 грамм. Обычно я летом, первый раз, буду опрыскивать не больше, часто, но не больше, чем 5 грамм на 10 литров. Здесь я положу в 4 раза больше. Вот. Вылью. Там я уже вылил сыворотки с водой. И здесь еще добавлю сыворотку. Ну, в сыворотке разбавляю минералку. Почему минералку? А потому что я ее не боюсь. Потому что я применяю минералку. Но не по схемам, как все делают, те, кто выпускает минералку. А я, нужные мне минеральные вещества, которые есть в вашем организме, в организме ваших нукам, во всех живых существах, во всех грибах, бактериях, есть минеральные вещества. Они там включены в энзимы и в различную структуру клеток. И поэтому в сыворотку у меня есть лактобактерии. И когда я очень качественную минералку, я ей специально, чтобы природники меня сразу выключали кнопку. Но те, кто понимает, что наша задача не допустить болезни, не применять убойную химию, вот поймут. Я смешиваю ее с сывороткой. И здесь есть очень много, прежде всего, аминокислоты лизин, которая все микроэлементы тут же прохилактирует. И это на листах всосется только органические минеральные вещества. Если бактерии возьмут отсюда фосфор, он включится уже в ДНК. Они же могут на листе размножаться. Если включат азот, хотя здесь азот в аммонийной форме, его могут взять, а нитрат через лист обычно никогда не всасывается, растение его, лист не признает. А в почве он тут же исчезнет, его до корней не дойдет. Это будет арханика. Почему я использую различные пакетики? Вот этот пакет 10 килограмм. Сколько здесь чайных ложек? На сколько ведер? В 100 граммах 50, нет, 20 чайных ложек в литре 200, в 10 килограммах 2000. Мне это хватит на много лет. Сколько стоит вот это вот микроэлементы с этой сыворотки разделить? А я купил с 80% скидкой сразу на озоне 10 килограмм. Это и рубля не стоит. Нет в мире возможности использовать комплекс. Много железа и прежде всего максимальное количество марганца в 10 раз больше, чем цинка и меди. Очень много. И в 100 раз больше, чем кобальта. Состав идеальный. И я гарантирую качество. Вот она растворилась. Слегка полисцирует. Я беру акварин из-за качества. Аквалис я беру из-за качества. Он мне обходится в два раза дороже. Допустим, на ведро с сывороткой 2 рубля. Сколько стоит на ведро литра просроченного молока сделать сыворотку. Тоже, не знаю, там, ну, 5 рублей можно купить, если подумать. Так что это все ничего не стоит. Если вас будут обманывать вот наши микроэлементы лучшего качества, вы берете вот такой пакетик, кемиры там или чего. Но она стоит в 100 раз нули, в 20 раз дороже, чем это. А в маленьких пакетиках никто вам никогда не прогарантирует качество. Я купил стандартный 18-18-18, качественный, в большой упаковке, фирменный. Это здесь невозможна подделка, он слегка желтоватого цвета, 100% хороший. Ради качества, ради идеального состава железа и марганца в 10 раз больше, чем других и в 100 раз больше, чем кобальта. Я вас учу все лето в сыворотку, в начале, в мае, когда уже подросли растения. Сейчас это по почкам, тоже мне нужно внести микроэлементы и лактобактерии. Здесь аминокислоты всосутся через кору тут же и вместе с ними минералы всосутся. А лактобактерии все-таки немножко там поборются с ненужными патогенами. Два-три раза сделаю, сад оживет, почки распустятся. Они у меня не подмерзнут. Сейчас придем в сад, посмотрим. А это аквалис. Написано финал, финиш. Здесь, если по 18 всего, то здесь калия 31. В 5 раз больше, чем фосфора. Потому что осенью, когда наливаются томаты, когда наливаются яблоки, груши, плоды, нам можно сыворотку делать концентрированной и добавлять минералы поконцентрированные. И калий нам дополнительно. А магния тоже двойная доза. А нам как раз калий с магнием для БРИКС очень-очень как хорош. Это не помешает, вот этот состав. Тоже буду использовать. Хотя, когда мы добавляем чайную ложку акварина, там о макроэлементах стоит забыть. Практически это количество раз в 100 меньше накормит растение, всосется и даст. Ну, в каждом конкретном листике оно всосется, чуть-чуть его оживит. Но тут же распространится калий, магний и все остальное. Они гуляют, кроме кальция, по всему растению и в корень пойдут. Но это примерно 1% от того, что вам принесет от хорошего БРИКС, от хорошей секреции Микориза. Можно пренебречь. Итак, уважаемые мои любители природного земледелия, кто придирается к словам, забывая контекст. Цель сейчас накормить растения, которые спят после зимы, дать им немножко микроэлементов и приучать к аминокислотам подкормить. Это, даже эта капля, она им поможет. Это абсолютно безвредно. И это гарантированное качество. А вы говорите, ну вы же говорите, минералкой кормите, запрещенное слово. Вот, когда вы по схеме поставите бочку с водой и бросите 100 грамм акварина, чтобы, как вас учат, вырастить тепличные патоматы трехметровой величины и вот таких размеров, они у вас получатся. Но там БРИКС упадет и болезни придут. Это минеральная подкормка. А вот это, когда я смешаюсь с этим, это идеальная органика. И сегодня американец будет вас учить, как делать сотни разных способов прогонять органику через тела бактерий и кормить только метаболитами. И он говорит, чем дольше бородиловка, полгода или рыба, год целый бродит, размножается, тем лучше получается, нежнее и разнообразнее метаболиты, и тем корни их, всасывая, питаются уже какашками. Каждый микроб и гриб выделяет лишние метаболиты. Ими кормится другой микроб, гриб, берет другие метаболиты. Третье. Пищевых цепочек в любой бочке, вонючке, или бродиловке, или в АКЧ. Два-три десятка, то и тысячи разных делятся каждые несколько минут. Поэтому это все органика. Гомеопатические дозы. Гомеопатия работает иногда, если по уму. Потому что, ну, с темно идет стимуляция. Вот сейчас вот я выйду, сейчас с крыльца. У меня было неделю 30 градусов, 32-33, а местами там в саду и под 40, мороза. А у меня малина 2 метра выросла, но не жирно. Я сейчас срезала там почки живые. Да не было такого невозможно в нашей зоне. Мы ее всегда под смех укрываем. А на сейджевое, а я еще прыскал. И урожай на севере Новгородской области, где практически в январе, как в Питере, и солнце не всходит. Вот об этом помните. И когда я свой марганец по чайной ложке буду постоянно-постоянно все лето сывороточкой сыпать и в окаче класть понемножечку, то марганца у меня будет столько же, сколько бывает на Сахалине, возле гор, а это точнее вулканы, на горах тысячи лет назад все было засыпано пеплом, а в пепле концентрация марганца всегда очень высокая. И почва перед горем, куда через это марганец. Это не марганцовка, марганцовка яд она убивает. Это ржавчина марганцовка, так же как ржавый гвоздь растений недоступен. А там марганец в телах марганцевых бактерий. За тысячи и миллионы лет эволюции там другая беллота, а марганец стимулирует фотосинтез в разделе и размер разы, поэтому там и называется сахалинское разнотравье. Нет трав, человек на лошади едет, а травы выше его не видно. Так и у вас будет такое. И брикс высокий, и размер высокий. Пойдем в сад наговорил. Посмотрите еще несколько минут, как работает мой пульверизатор. Опрыскивать может не получится. А потом посмотрите американца. Ну вот моя малина. Отлично работает. Отлично работает. Вот это малина. Выше моего роста. Вот. Я вам показывал прошлый год. Осенью уже по снегопаду. И говорил. И вот сейчас срываю. Концы абсолютно зелененькие, крепенькие. Нисколечко не подмерзли. Все почки живые. Это чудо из чудес. Поеду в сад большой, где много яблонь. Проверил. Все работает. Ну вот я и в саду. Неделю назад здесь были сугробы. Несколько дней. Плюс три, плюс пять. Дождики. Снег лежит везде еще. Но я проверил. Сморода. Этим кустам смороды уже, как и саду, 25 лет. Я ее все хочу вырубить. У меня везде посажены и там плантации хорошие. Она болела. Всеми болезнями. Но я ее два года опрыскивал сывороткой с микроэлементами. И вот сейчас посмотрел. Великолепный прирост. Великолепные почечки. Крепенькие. Абсолютно зеленое. Идеальное состояние. Ни одной нет. А здесь были вздутия от клеща. Сейчас ничего нет. Осенью и весной опрыскивал сывороткой. С весны до осени прошлого года. Сыворотка с микроэлементами. Она жила. Теперь я ее обрежу. Дальше крыжовник тоже болел. Сейчас прирост по два метра. Обрежу. Ну, просто слушайте. После 30... Здесь до 40 градусов мороза. Ни малейшего продмерзания. Даже кончики не поражены. Никаких. Вон, верхушечные все. 100 почек, 100 веток. И все верхушки со здоровой почвой. Почкой. А до этого нет болезней смородины, которая бы здесь не была запущена в саду. И вот я сейчас встану Кроме того, мы можем просто добавить его в наш сад. Компост хорошего качества можно использовать бесконечно. Но вот в чем дело. Он становится невероятно сложным, когда в этом нет необходимости. Так что я собираюсь рассказать вам кое-что об этом. А затем я выведу вас на улицу и покажу, как именно это нужно делать. Чтобы вы могли начать производить высококачественный компост, с помощью очень малого затрат на работу. Все в порядке. Итак, во-первых, мы должны понять, что по сути существует два типа компоста. Есть медленный компост и быстрый компост. Быстрый компост требует определенного соотношения углерода и азота для оптимальной производительности. И для этого нужно очень часто переворачивать кучу. Для этого нужно поддерживать определенный уровень влажности, держать ее закрытой, да-да-да. Этим летом я буду снимать видео о том, как быстро приготовить компост. Таким образом, вы получите компост за 3-4 недели. Это очень вкусно, но требует больших затрат труда. Так что другой метод – медленное компостирование. А при медленном компостировании, как только мы соберем кучу, как вы увидите здесь через мгновение, и построим конструкцию, вам больше ничего не нужно делать. Вы просто кладете свои вещи сверху и собираете их снизу. Все это было приготовлено с помощью медленного компостирования, ясно? Итак, вторая вещь, которую мы должны понять, это как лучше всего компостировать. Ну что же, чтобы разобраться в этом, мы обращаемся к природе, которая, конечно же, является автором списка сельских районов, занимающихся устойчивым сельским хозяйством. И таким образом мы видим, что компост Nature выглядит примерно так. Все живые существа в естественной системе, когда они умирают, попадают на поверхность земли, разлагаются и вновь обретают жизнь. Они становятся почвой, пищей для микробов, питательными веществами для растений, а живые существа поедают растения, и круговорот жизни продолжается. Жизнь продолжается в том же духе. Да, но все зависит от обстоятельств. Если ты пойдешь в лес, то увидишь, что растительные остатки падают на почву и разлагаются таким образом. Но если ты немного покопаешься, то увидишь под ними темное, насыщенное, красивое черное золото, полное микроорганизмов и питательных веществ, всего, что есть в лесу. Это было бы необходимо. Так что мы можем воспроизвести это с помощью медленного компоста. Итак, в процессе медленного компоста, как вы увидите здесь через мгновение, мы создадим кучу, а затем добавим что-нибудь сверху. Мы никогда не переворачиваем стопку, мы никогда не переворачиваем ее, мы вообще ничего не делаем. Как только мы это установим, все, что мы будем делать, это просто собирать наше добро. Так что давай выйдем на улицу, и я покажу тебе, как собрать эту кучу, как все это расставить, а потом мы вернемся, и я расскажу тебе подробности о том, что ты кладешь в том, чего ты не можешь сделать. Все это стало слишком сложным, и в этом нет необходимости. Я собираюсь упростить все это для тебя, когда мы вернемся. Ладно, первое, что мне нравится делать, это защищать мусорное ведро от грызунов. Ребята, если вы хотите посмотреть инструкцию о том, как защитить мусорное ведро от грызунов, просто дайте мне знать. Но здесь, в городе, ты должен это сделать. Иначе ты просто будешь кормить крыс, а это совсем не весело. Следующим шагом мы хотим расчистить граблями территорию, куда они попадут. Мы всегда хотим, чтобы наш контейнер для компоста находился в непосредственном контакте с землей. Это очень важно. Поэтому мы установим его на земле. Ребята, если вам нужен именно этот контейнер для компоста, я добавлю ссылку в описании. Вы можете пойти и забрать его. Хорошо, так как контейнер для компоста находится в непосредственном контакте с землей, мы начнем строить базу. Теперь, что касается медленной компостной кучи, вы можете просто начать добавлять любые отходы, которые у вас есть. Но вы получите намного лучшие результаты и получите больше компоста быстрее, если вы построите базу. Так вот, здесь мы строим базу. Мы будем чередовать слои коричневого и зеленого цветов. Предпочтительно, чтобы листья были коричневыми. Выбирайте листья или скошенную сухую траву. Видишь, черви любят листья. Ты видишь там всех этих червей? И мы наклеим на них ровный слой коричневого картона, который может быть коричневым. И мы наклеим на него слой зеленого. Так что либо навоз, либо неоконченный компост, либо скошенная зеленая трава, все это может быть зеленью. Так что мы просто разложим ее слоями. Не беспокойся о соотношении компонентов или о чем-то подобном. Просто выложи каждый слой слоями и утрамбуй лопаткой. Вот так. Даже для одного слоя коричневого я добавил немного измельченного старого пня, который был у соседа. А для зеленого слоя я добавлю немного измельченных, испорченных продуктов и тому подобное. Видишь ли, эти черви обожают брюссельскую капусту, так что я прослежу, чтобы они туда попали. А затем, чтобы один слой был коричневым, я просто добавлю несколько коричневых бумажных пакетиков. Вот так. Сейчас я добавлю немного прогорклого компоста, потому что он стал слишком влажным, но ничего страшного. Он все равно хорош, потому что мы собираемся оживить его здесь. Он по-прежнему полон жизни. А потом я добавлю немного активатора, и это будет всего лишь один из джефф. Какое бы жидкое удобрение у тебя ни было, ты можешь добавить его туда, и это поможет увеличить количество удобрений. Теперь мы добавим последний слой коричневого цвета. А теперь ты просто закроешь крышку, после того как мы немного утрамбуем тесто, мы оставим его в таком виде, и все будет готово. Так что каждый раз, когда у нас будут какие-нибудь объедки с кухни, мы просто выйдем и будем собирать их. Чтобы добавить его прямо в начало, вот так. И мы совершенно не будем задумываться о соотношении этого и того. И вот, пожалуйста, предупреждаю вас о спойлере, ребята, вы можете компостировать все, что угодно. Это старая рыбная рагу, которым монахи угостили меня некоторое время назад. А это капуста с небольшим количеством бекона. Все это быстро разлагается, ребята. В природе все разлагается. Даже тело животного разлагается целиком. Периодически после того, как я добавлю немного этого вещества, я добавляю сверху горсть или две коричневого вещества, которое не дает ему пахнуть, и сохраняет все очень приятным. Так что через пару минут я добавляю немного коричневого вещества сверху. Через несколько месяцев вы начнете замечать, что этот процесс происходит там, где дно, когда вы его откроете, будет богато этим органическим веществом. Значит, верх будет выглядеть вот так. Здесь мы будем складывать остатки еды. Ты видишь, какие это ростки пырея, а червям нравятся ростки пырея, которые я ел зимой. Они также любят капусту. Вот видишь, я возьму только целую качан капусты. Я брошу ее туда вот так, и черви с удовольствием ее съедят. Так что через пару месяцев у тебя сформируются эти слои, так что на дне будет просто высококачественный компост. И это происходит гораздо быстрее, чем вы могли бы подумать, ребята. Вот так мы производим ведра высококачественного компоста практически без каких-либо усилий. Так вот, друзья мои, такова система. А теперь возникает вопрос, что я могу добавить в эту кучу. И что более важно, чего я не могу добавить. Сейчас в интернет-стратосфере компостирования все стало дико запутанным. Ты должен добавлять только эти определенные продукты, а затем не это и только ТО. Знаешь что, ребята, компостировать можно все, что угодно. Я повторю это еще раз. Нет ничего съедобного или живого, что нельзя было бы добавить в свою компостную кучу. Даже мясо, даже яйца, молочные продукты. Я добавляю все это, хорошо? У меня потрясающий компост и потрясающие результаты. Потому что природа компостирует все подряд. Твое тело рано или поздно вернется в компост. И мое тоже. Так поступает каждый человек, все живые существа. Так что при использовании метода медленного компостирования даже не беспокойся об этом. Все, что есть у тебя на кухне, ты можешь добавить в эту кучу сверху, и эти черви и микроорганизмы разлагают все это на составляющие. Я просто хочу показать тебе вот это. Даже в готовом компосте ты всегда найдешь яичную скорлупу, потому что яичной скорлупе требуются годы, чтобы превратиться в растения, доступные в естественной среде. Именно поэтому мы используем уксусный раствор. Вот и все, друзья мои. Если вам кажется, что вы что-то почерпнули из этого видео, поднимите большой палец вверх. Также поделись этим видео. Друзья мои, вот и все. В этом видео я покажу вам самое быстрое из всех жидких удобрений и, как оказалось, лучший способ использовать свежий куриный навоз в саду. Сейчас я расскажу тебе кое-что об этом, а затем я поведу тебя в поле и покажу, как именно приготовить этот прекрасный эликсир. И я покажу тебе очень хитроумный способ изготовления хитроумного приспособления для легкого доступа к жидким удобрениям, независимо от того, какую бочку удобрения вы используете. Есть. Так что давайте перейдем к делу. Так много людей спрашивали меня. Нет, у меня нет трех или шести месяцев, чтобы ждать, пока удобрения переварятся и начнут бродить. Какое блюдо я могу приготовить быстрее всего? Ну что же, вот оно, друзья мои. Итак, удобрение из куриного помета очень полезно. Потому что куриный помет содержит все элементы, необходимые для роста растений. В нем содержатся все макро- и микроэлементы, всего их около 13, а также микроорганизмы. Так что если вы собираетесь приготовить только одно удобрение, то это очень подходящее для вас. Не только потому, что оно содержит все элементы, необходимые для роста растений, но и потому, что в нем почти гарантированно не содержится грейсена. Да, это широколиственные гербициды. Настоящий кошмар для садовода, это широколиственные гербициды, которые остаются в навозе в течение длительного времени. И могут уничтожить ваш сад. Но к счастью, в первую очередь это касается конского навоза, а также коровьего навоза. Куриный помет практически гарантированно не попадет в организм, потому что они не едят сено. Так что Грейсон, скорее всего, питается лошадьми, потому что, как вы знаете, лошади довольно привередливы и все такое. Так что, чтобы гарантировать, что у нас не появятся серые, используйте куриный помет таким образом. Сейчас многие люди скажут, нет, у меня есть куриный помет, но я всегда слышал, что его нужно компостировать. Сейчас слишком жарко, и я не могу сразу использовать его в саду. Ну и что это вообще значит? Что значит слишком жарко? Вот что это значит. Я объясню это просто. Итак, растение поглощает воду и питательные вещества с помощью процесса, называемого осмосом, который по сути представляет собой перемещение воды через полупроницаемую мембрану из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Таким образом, растение использует это, поддерживая более высокую концентрацию солей и других сахаров в своих корневых клетках, чем в окружающей среде. Так что для воды остается недостаточно места. Получается, что на самом деле в корнях растения содержится меньше воды, чем в окружающей почве. Таким образом, вода проникает через полупроницаемую мембрану. Можно сказать, что это фильтр, который пропускает некоторые вещества внутри растения, а некоторые нет. Но что происходит, когда мы используем слишком много солей и искусственных удобрений, которые очень легко сжигаются, или даже куриный помет может сгореть? Если его использовать свежим и смешать с почвой, потому что вот что происходит. Концентрация солей во внешней части растительной ткани становится выше, чем растение может поддерживать в своих тканях. Таким образом, осмос все еще происходит, но в обратном направлении. Таким образом, он фактически вытягивает воду и питательные вещества из растения, и таким образом он как бы проявляет себя в самых отдаленных местах от растения. На кончиках, на самых кончиках листьев, вы увидите, как они начинают буреть и обгорать, и это потому, что вода и питательные вещества и жизненные силы извлекаются из растения. Мы не должны допустить, чтобы это случилось. Вот что значит сжигание питательных веществ. Но если мы приготовим куриный помет таким способом, который я собираюсь тебе показать, то нам не придется беспокоиться ни о том, что удобрения сгорят, ни о том, что на них останется травма. Так что давай сразу перейдем к делу. Я покажу тебе, как приготовить это блюдо, а потом, когда мы вернемся, я расскажу тебе о некоторых очень важных вещах, которые нужно понять. Хорошо, друзья мои, нам нужно пойти туда, где живут цыплята. Итак, вот здесь у нас есть помещение, которое не чистили всю зиму, и поэтому там несколько дюймов куриного помета, а куриный помет это то, что нам действительно нужно. Там есть постельные принадлежности, перья и все остальное. А теперь, чтобы по-настоящему убедиться в том, что у нас нет серых оттенков, нужно использовать только кедр или сосну, подстилку из древесной стружки. Но ты видишь, как все здесь устроено. У нас есть все перья, немного остатков корма и тому подобное. Все это будет хорошо. И вот мы здесь примерно через полтора часа, и все красиво и чисто, и да, мы готовы испачкать его. Еще раз. Итак, мы перенесем все это добро в сад, и здесь будем использовать бочки, которые у нас всегда есть. И поэтому очень важно, чтобы у тебя было что-нибудь с плотно закрывающейся крышкой. Мы не хотим использовать открытый контейнер. Мы хотим, чтобы все было герметично. Затем мы наполним бочку наполовину, а затем отправимся к самому большому и старому дереву в округе и познакомимся с замечательной местной биологией. Эта листовая плесень очень важна, потому что нам нужна местная биология коренных народов. И поэтому мы можем пойти в лес и собрать совсем немного. Всего лишь пятигаллонное ведро, это все, что нам нужно для всего этого. Так что у нас есть половина емкости, заполненная куриным пометом и подстилкой, а еще у нас есть пятигаллонное ведро с листовой плесенью. А теперь мы положим все это туда и хорошенько перемешаем. Мы собираемся залить все это почти до конца хорошей водой. Лучше всего использовать дождевую воду, но мы используем колодезную, так что в ней нет хлора. Давай на этот раз хорошенько перемешай, потому что мы не собираемся помешивать так часто, но мы хотим получить хорошее первоначальное перемешивание, чтобы все ингредиенты, включая листья плесень, все очень хорошо перемешивается. А потом мы наденем нашу плотно прилегающую крышку, и у тебя не будет никакого запаха. Если у тебя будет такая плотно прилегающая крышка, как эта, ты ничего не почувствуешь, пока не откроешь контейнер. А вот и секрет, ребята. Возьмите ведро емкостью в пять галлонов, просверлите в нем несколько отверстий диаметром в четверть дюйма, вот так, глубиной примерно в три-четыре дюйма, по всему периметру ведра. Чтобы у вас получилось что-то похожее на это, ведро, полное отверстий. А потом мы возьмем сито для краски емкостью в пять галлонов, которое можно купить за доллар или два, в магазине Минарц или где-нибудь еще. Сито для краски мы положим на ведро вот так, а затем возьмем ведро и аккуратно поместим его в контейнер с краской. Удобрение. Это может быть любое из ваших жидких удобрений. Теперь оно будет медленно просачиваться внутрь, хорошо? Так что лучше всего оставить его там, привязать к нему веревочку и оставить так, чтобы он наполнился как колодец. А затем мы начнем с того, что добавим один галлон в 50-галлонную бочку, 1 к 50, пока вы не оцените объем. Толерантность растений. Но затем мы будем использовать два галлона на 50 галлонов. Смотри, у меня к бутылке привязана веревочка, чтобы она не опускалась до самого дна. А потом я оставляю ее там, чтобы каждый раз, когда я ее открываю, она была похожа на колодец, и я мог просто доставать относительно чистое жидкое удобрение. И вот как только вы соберете всю смесь в пропорции 1 к 20 или 1 к 50, в зависимости от того, что вы хотите, мы будем использовать погружной насос. Может быть я добавлю в описание ссылку на ту, которая мне действительно нравится. И мы собираемся установить туда насос. Мне нравится прикреплять к нему провод, чтобы мы не тянули за шланг или электрический шнур. Но в то же время эта деталь очень важна. Ты должен тщательно все перемешать, хорошо? Так что перемешай это в течение пары минут, а затем возьми и просто нанеси на растение. Дождь лучшее время для этого, потому что он переносит питательные вещества глубже в землю. Посмотри на свеклу в мешке для выращивания, на картофель друзья мои, сейчас так много всего растет замечательно. И ты начнешь подкармливать эти растения примерно раз в неделю. Одного раза в две недели будет достаточно, если у тебя плодородная почва, но здесь мы будем делать это примерно раз в неделю и просто поливать все это дождем. Вот тебе немного листовой капусты и немного египетского репчатого лука. Это понравится всем. Египетский ходячий лук очень голоден, так что это твой чеснок и все такое прочее. Они могут съесть приличное количество этого продукта, так что намажь его хорошенько. И еще, ребята, это высококачественный биологический материал, сбалансированный источник питательных веществ для растений. Вам не нужно беспокоиться о том, что они могут сгореть, если вы используете только соотношение 1 к 50 или 1 к 20. А для достижения наилучших результатов применяйте их во время чудесного дождя, друзья мои. Наконец-то у нас пошел дождь. Так что, ребята, при таком использовании свежего навоза очень важно начинать медленно. Так что добавляйте только 1 галлон на 50 литров воды, для начала примерно 1 к 50, и не допускайте попадания на листья растений. Можно немного, это действительно не повредит, но ты просто должен убедиться, потому что в некоторых навозах может быть очень высокое содержание аммиака, пока бактерии не смогут расщепить эти химические вещества. Так что со временем все станет еще лучше. Ты можешь использовать его прямо с сегодняшнего дня, но с течением времени оно будет становиться все лучше, то есть доступнее для растений и мягче. Так что несколько недель, несколько месяцев, несколько лет, даже если ты просто продолжаешь его использовать, а затем можешь добавить еще воды и немного куриного помета. Добавь еще немного плесени на листьях, а затем добавь воды, и ты сможешь продолжать в том же духе. Тебе никогда не придется полностью опустошать эту штуку, потому что она просто становится все более и более доступной для растений. Вот собственно и все, друзья мои. Если вы думаете, друзья мои, вот и все. Это видео объяснит вам все, что вам нужно знать для успешного выращивания, сбора урожая и производства основного природного пестицида системы джам, которым является натуральный пестицид топинамбур. Сейчас я расскажу тебе кое-что об этом, а потом я поведу тебя в поле и покажу, как это делается. Итак, топинамбур является одним из трех основных растений, которые используют природные пестициды в системе джейдам. Есть еще топинамбур, дерево гинго и корейский цветок паски. Это те растения, которые действительно проверены системой джейдам на протяжении многих лет, и поэтому они являются основой системы. Да, другие растения могут работать, но эти работают лучше всего, и это тоже мой опыт. Но дело в том, что мы не выращиваем корейский цветок паски в пятой зоне северной индианы. У нас едва ли можно вырастить дерево гинго. Некоторые люди так и делают, но это довольно медленный процесс, который требует длительного времени. Но топинамбур, также известный как солнечный душок, по-моему холодостойкий вплоть до третьей зоны, так что тебе ни о чем беспокоиться. Так что это очень зимостойкое растение. Как только ты его посадишь, на этом все и закончится. Он останется у тебя навсегда. Это может случиться, люди могут назвать это инвазивным, но ты просто должен помнить об этом. Вот как это растет, и я покажу тебе, но способ, которым это растет, заключается в том, что вы сажаете клубень в землю. Этот клубень в некотором смысле похож на сладкий картофель. Если посадить клубень в землю, то он прорастет, из него вырастут побеги с цветами. Они похожи на маленький подсолнух, а потом из них вырастут маленькие корешки, а затем еще одна клубневая луковица, а затем маленькие корешки, и еще одна клубневая луковица. Вот так. И они останутся в земле, так что даже если ты думаешь, что получишь их все, ты не получишь их все, и в следующем году еще кое-что появится. Но это же хорошо для нас, потому что мы хотим использовать его в качестве натурального пестицида. И как и почти все в системе джам, он предназначен для нескольких целей одновременно. Ты используешь его не только для борьбы с одним маленьким вредителем. Ты используешь его как общее профилактическое средство и средство от вредителей, как инсектицид общего действия. Вот что я делаю. Много лет назад я купил луковицы, кажется на Амазоне или где-то в этом роде. Я добавлю в описание ссылку на то, где вы можете купить именно те луковицы. Но вы покупаете их только один раз, потому что вы сажаете их, а потом они просто возвращаются. Так что я готовлю их в течение всего следующего года. Именно так я обычно и поступаю. Хотя ты можешь сделать это и в том же году, если захочешь. Но лучше всего в первый год дать им полностью отрасти. Хотя можно сделать это и в середине-конце лета. Но тогда у тебя тоже будет еда, если они тебе понравятся. Мне не особенно нравятся топинамбуры, потому что в них много инулина, так кажется его называют. Так что это действительно что-то вроде неперевариваемого углевода в некотором роде. Я не в восторге от этого, но ты можешь быть в восторге. Так что это определенно еда, если ты знаешь, как ее правильно приготовить. Но я говорю вам это сейчас, ребята, чтобы вы могли заказать продукты и подумать о том, где вы собираетесь их посадить. А затем в середине-конце лета вы соберете идеальный пестицид. Так что давай перейдем к делу, а потом вернемся и я расскажу тебе подробности. Ладно, первое, что нам нужно сделать, это вырастить топинамбур. Теперь они будут приходить по почте в виде клубней, которые растут под землей и распространяются с помощью этих маленьких тонких структур, похожих на корни, а затем дают больше клубней. Значит, они будут быстро размножаться. И на самом деле не имеет значения, в какую почву вы их посадите. Они вырастут даже на самой плохой глине. Они очень-очень крепкие. Тебе не нужно делать ничего особенного. А потом они вырастают в красивые высокие растения, похожие на подсолнухи высотой 7-8-9 футов. Они привлекают опылителей, и их действительно очень удобно использовать. Тогда мы просто нарежем растения на кусочки, которые можно будет использовать. Тебе нужно всего лишь сделать так, чтобы растение целиком поместилось в горшок для рассады. Я использую свой самый любимый инструмент, измельчитель черепов от Tops Knives. Может быть, я добавлю ссылку в описании, если вы, ребята, захотите приобрести такой же самостоятельно. Я не являюсь аффилированным лицом, я просто говорю, что это очень полезно и не поддается разрушению. Но просто нарежьте все это вот так. Оно не обязательно должно быть очень вкусным. Просто нужно сделать все, что угодно, чтобы оно попало в кастрюлю. А затем стряхните с корней как можно больше земли. А затем мы будем использовать корни, мы будем использовать клубни, мы будем использовать все это целиком. Что касается меня, то я люблю измельчать клубни, хотя в этом нет особой необходимости. Я всегда делала так, просто раздавила клубень плоской стороной ножа, положила все это в кастрюлю, а затем залила горячей водой ровно настолько, чтобы покрыть весь растительный материал. Ни больше, ни меньше. А потом мы поставим его на плиту на сильный огонь. Давай, продолжай нагревать, пока оно не начнет закипать. Вот так. Мы хотим довести его до кипения и дать ему покипеть примерно 10-15 минут, прежде чем закрыть крышкой и убавить огонь до минимума. Хорошо, вот мы и варим его на медленном огне около 4 часов, и оно почти готово, потому что все уже подсохло и получается вкусным, темным и насыщенным. Так что время от времени мы его перемешиваем, но на это уходит около 4 часов. Можно дать ему настояться от 4 до 5 часов, пока клубни не превратятся в кашицу, как сейчас. Теперь он готов к обработке. Для этого мы разольем его по полгаллоновым баночкам и будем консервировать, как и все остальное. Так что приготовьте все необходимое, а затем мы протрем его через двойное сито, вот так. И мы хотим убедиться, что оставляем кастрюлю кипеть, чтобы на самом деле наливать его туда, когда он закипит. А затем мы плотно закрываем кастрюлю крышкой, ставим ее на горячую водяную баню и будем варить таким образом около 30 минут. Минут при очень-очень слабом кипении, вот так. 30 минут вполне достаточно, и если мы сделаем это таким образом, то сможем успешно простерилизовать его до такой степени, что он сможет храниться в холодильнике всю зиму. На самом деле целый год, а затем вы сможете использовать его в свободное время. Хорошо, и так на данный момент ты вырастил топинамбур, собрал урожай, сварил его и получил пестицид. Сейчас либо конец лета того же года, когда ты посадил, либо следующий год, и ты собираешься использовать его сейчас. Теперь ты будешь использовать его из расчета от одной унции на галлон до одной чашки на галлон. А если ты пользуешься туманоуловителем, как я покажу тебе в следующих видео, то в тумане ты можешь использовать до трех чашек на галлон машина. И тебе не нужно беспокоиться о проблемах с концентрацией внимания из-за того, что ты используешь слишком много для такого рода вещей. Это не приведет к ожогам или повреждению растения. Тебе просто нужно убедиться, что ты наносишь его только вечером или очень рано утром до того, как взойдет солнце. Это. Обычно ты никогда ничего не наносишь на листья, даже воду, когда солнце палит вовсю, хорошо? Так когда же мы будем использовать это средство? Мы воспользуемся им, если заметим какие-либо нашествия вредителей, капустных червей, тлю и все такое прочее. Он полезен от всего этого, но мы всегда сочетаем его со свадебным средством. Послушай, я повторю еще раз. Эффективность всего этого напрямую зависит от свадебного средства. Так что тебе лучше всегда обращаться к свадебному средству с подобными вещами. Давайте представим, что я хочу делать профилактическое опрыскивание, и буду делать это примерно раз в неделю. Это зависит от конкретных обстоятельств. Так что я использую одну унцию на галлон свадебного средства и одну или две унции на галлон топинамбура. Наливай, ладно. И мы нанесем это вечером. Но если у нас будет заражение, тогда мы должны задействовать тяжелую артиллерию. Мы можем использовать три унции на галлон свадебного средства и одну чашку на галлон жидкости из топинамбура. А потом мы будем опрыскивать, может быть, три ночи подряд, чтобы действительно взять проблему под контроль. Хорошо? Вот собственно и все, друзья мои. Если вы чувствуете, что получили что-то от этого видео, поднимите большой палец вверх. Ты сказал, что готов к этому, так что я это делаю. В этом видео я покажу тебе, как именно приготовить замечательное вещество под названием J-DAMS Alpha. Сейчас я скажу несколько слов об этом, а затем выведу тебя на улицу и покажу, как именно это делается. А потом мы вернемся, заходите, и я расскажу вам, как именно его использовать. С учетом степени разбавления и всего остального. Я хочу внести ясность, я не изобретал эту смесь. Ее изобрел Ян Цзун Чао из компании J-DAM Natural Farming, и в описании я добавлю ссылку на его книгу и веб-сайт. Я просто собираюсь показать тебе, как именно его приготовить и как им пользоваться. Потому что на этом канале я показываю только те вещи, которые, как я знаю, работают, потому что я использую их уже много лет, и это одна из них. Это потрясающе. При малейшей вспышке мучнистой росы, наноси эту жадоновую серу, и все пройдет. Она также помогает контролировать и лечить всевозможные заболевания. Ложная мучнистая роса, пятнистость листьев, антракноз на перцах, практически любое заболевание растений может быть вызвано серой. Потому что сера используется в сельском хозяйстве уже тысячи лет. Есть записи, восходящие к доримским временам, о том, как люди использовали ее на своих посевах, в своих домах и в своем саду. Тело в качестве природных инсектицидов и антимикробных веществ. Так что мы воспользуемся этой мудростью и приготовим вот это вещество, а затем применим его в очень определенном соотношении. Так что обязательно досмотрите видео до конца. После того, как мы его снимем, я тебе все объясню. А сейчас я хочу сказать, что мы должны использовать термостойкую тару, а в Америке пищевые ведра объемом в 5 галлонов достаточно термостойкие. Не пользуйся какой-нибудь хрупкой маленькой корзинкой для мусора, потому что она расплавится. Так вот, эта штука нагревается быстрее, чем кипящая вода, так что просто приготовься к этому. Тебе понадобится вот эта и деревянная палочка. А потом ты захочешь приобрести необходимые ингредиенты и убедиться, что они настолько чистые, насколько это возможно. Я добавлю в описании ссылки на те ингредиенты, которые я использую, и рекомендую тебе воспользоваться этими ссылками. Но если ты не можешь воспользоваться этими ссылками, то просто убедись, что ты получаешь максимально чистый продукт. Это имеет большое значение, понимаешь? Так что в самом рецепте J-Dum, который ты увидишь, если посмотришь его в интернете или в книге, также требуется порошок филита и красный глиняный порошок. Но эти вещества не являются необходимыми для производства серы J-Dum, и поэтому для простоты мы не будем использовать их в этом рецепте. И в этой стране их трудно найти. Поэтому мы будем использовать серу, гидроксид натрия, который представляет собой щелочь, морскую соль и воду, как вы увидите. Так что я постараюсь объяснить все очень просто, потому что это может легко превратиться в сложный урок химии, но чтобы все было просто, скажу, что сера не растворяется в воде. Так что мы не можем просто смешать его с водой и распылить на посевы. Он не растворяется, получается большая каша. Я пробовал. Но ты должен это сделать. Раньше приходилось нагревать его с помощью сложного процесса, стальных бочек и прочего. Но поскольку Янг Чунг Чао разработал этот метод, теперь мы собираемся химически нагреть его и растворить в воде. Это очень крутой процесс. Так что давай без лишних слов перейдем к делу. Итак, друзья мои, первое, что нужно сделать, это приобрести все необходимые ингредиенты. Теперь ты действительно хочешь использовать самые чистые ингредиенты, какие только возможно. И я добавлю в описание ссылку именно на те, которые я использую в этом видео. Но крайне важно, чтобы вы использовали как можно более чистые ингредиенты, потому что в противном случае вы не получите желаемых результатов, друзья мои. Я говорю вам это по собственному опыту. Тогда первое, что мы хотим сделать, это отмерить 2,5 грамма серы. Это 2,5 килограмма серы. Мы добавим еще один грамм. Очень важна последовательность добавления этих ингредиентов. Следующим будет гидроксид натрия. Мы собираемся добавить 2000 граммов или 2 килограмма гидроксида натрия. И мы поместим его прямо поверх серы. Хорошо, следующий ингредиент, чистая морская соль. Теперь это должна быть настоящая морская соль, гималайская, кельтская или серая морская соль. Что бы это ни было, это не может быть поваренной солью. В нем не может быть йода. Из него нельзя удалить все остальные минералы. Итак, 250 граммов чистой морской соли, и мы добавим ее поверх всех остальных порошкообразных ингредиентов в качестве конечного порошкообразного ингредиента. Хорошо, следующий шаг, отмерить 5 граммов очищенной воды, также называемой 5 литрами воды. Теперь тебе нужно использовать мягкую воду. Я использую воду обратного осмоса. Ты также можешь использовать дистиллированную воду или воду с высокой степенью фильтрации. Дело в том, что ты не хочешь использовать жесткую колодезную воду. Это не даст тебе желаемого результата. Так что отмерь 5 литров мягкой воды. А теперь, прежде чем добавлять воду в смесь, нам нужно обязательно надеть защитные очки. А затем, надев защитные очки, мы добавим 5 литров воды к порошкообразным ингредиентам. Сейчас мы немедленно возьмем деревянную палочку. Она должна быть деревянной, и начнем размешивать этот раствор. Ты увидишь, что цвет очень быстро изменится на темно-красный, похожий на красное дерево, и смесь начнет нагреваться. На первом этапе это может вызвать тревогу, потому что ты почувствуешь это, и тебе станет очень жарко, но ничего страшного. Именно так и должно быть. Мы химически расплавляем это вещество. Так что просто продолжай помешивать, но будь очень, очень осторожен, чтобы это вещество не попало тебе на кожу или еще куда-нибудь. Тебе действительно нужно надеть перчатки, рубашку с длинными рукавами, маску и все такое прочее. Вот видишь, становится по-настоящему жарко. И поэтому я хотел убедиться, что мы сможем заниматься этим прямо здесь во дворе. Итак, сейчас мы занимаемся этим примерно 30 секунд, и это действительно начинает сильно нагреваться. Как вы можете видеть, если вы посмотрите на это, то увидите, что оно буквально кипит, и это и есть химическая реакция. Именно поэтому мы должны использовать термобезопасный контейнер, потому что он будет нагреваться быстрее, чем кипящая вода. Ты видишь, это и есть кипячение. Это потому, что он такой горячий. Теперь мы просто продолжаем помешивать, продолжаем помешивать, продолжаем помешивать. Очень важно, чтобы ты продолжал помешивать непосредственно в это время, потому что если ты добавишь все ингредиенты, а потом просто будешь сидеть сложа руки и наблюдать за процессом, то смесь не перемешается должным образом, потому что эта реакция длится только определенное время, и ты хочешь использовать это время для растворения всех ингредиентов. Сера. Вот уже около пяти минут я помешиваю вот здесь, и вы можете видеть, что химическая реакция все еще продолжается. Вода кипит, она очень-очень горячая, и мы продолжим помешивать, потому что теперь есть причина, по которой так важно использовать чистые ингредиенты, такие как я поместил ссылку на это в описании. Потому что если вы используете 98%, 90% или 90% чистую серу, у вас будут большие комки. И это будет большая каша, которая не растворится должным образом. Но если использовать чистый материал, то все это растворится. Ты видишь? Просто продолжай помешивать, но при этом обязательно надевай защитное снаряжение. Ну вот, я здесь уже примерно 15-20 минут, и все начинает утихать. Все еще очень-очень жарко, но вы можете видеть, что оно не кипит, как в первые 15 или 20 минут. Так что сейчас самое время добавить дополнительное количество воды. Теперь, когда она перестала кипеть, мы добавим еще 3,2 грамма воды. Это 3,2 литра очищенной воды. Теперь мы добавим вот это. Мы хотим убедиться, что добавляем аккуратно и медленно, чтобы ничего не разбрызгивалось. Эта смесь все еще очень-очень горячая. Она просто больше не кипит. И поэтому мы хотим добавлять ее медленно, и это будет последним добавлением любых ингредиентов. Так что теперь мы будем все перемешивать, 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 перемешивать. И постарайся, чтобы твои соседи не заметили, что ты выглядишь странно. Но вот как это выглядит, друзья мои, здесь все еще тепло, но уже не жарко. Так что мы оставим это на ночь. Хорошо, вот мы и на месте 12 часов спустя. Я накрыл его крышкой на всю ночь. А теперь я просто снял крышку, и ты видишь, что вся реакция прекратилась. Смесь получилась вкусной и прохладной. А теперь при использовании убедитесь, что на вас надета защитная одежда, и перелейте ее в герметичный контейнер. Не стоит разбрызгивать ее повсюду, как это сделал я, но я просто пытался показать вам, ребята, что мне пришлось пойти на жертву. Но лучше всего использовать стекло, и этот материал будет храниться бесконечно долго. Так что если ты сделаешь это, то будешь хорош на долгие годы. Вот точное количество, которое тебе нужно. Так что сделай снимок экрана, чтобы точно знать, сколько нужно использовать. Сейчас я покажу тебе, как этим пользоваться. Хорошо, вот и получилось, что ты приготовил серу из жадама. А теперь скажи, как долго ее хватает. Это практически на неопределенный срок. Три, четыре, пять лет не имеет значения. Срок годности не меняется. Так что просто храни его в герметичном контейнере в каком-нибудь месте. А теперь вот как ты хочешь использовать это вещество. Начни с десяти миллилитров на галлон воды. Это две чайные ложки на галлон воды. Смешайте это с тремя унциями или девяносто миллилитрами средства для свадьбы, которое представляет собой костильское мыло. Пока я не покажу вам, ребята, как приготовить средства для свадьбы джейдам, что я и сделаю. Оставь мне комментарий, если хочешь, чтобы я действительно снял это видео, что я и должен сделать. Но три унции, то есть девяносто миллилитров свадебного средства джедом. Или чистого костильского мыла докта. Бронос, а затем десять миллилитров, две чайные ложки серы, джедом с алфа. А затем распыляйте это средство только на ночь, в темное время суток не допускайте попадания солнечных лучей. Распыляйте его ночью, а затем наблюдайте за растениями. Если вы увидите хрустящие края или большие пятна ожогов, значит это слишком сильное средство для этих растений. Но если все в порядке, то можно увеличить дозу до пятнадцати миллилитров на галлон, что соответствует одной столовой ложке на галлон воды. И этого должно быть достаточно. Так что если ты заметишь какую-то проблему, повторяй это три, четыре или пять раз подряд, а потом прекрати. Ты же не хочешь использовать это все время. Это очень мощное средство. И мы не хотим, чтобы это повлияло на какие-либо полезные микробы и все такое прочее. Поэтому мы используем это, когда происходит вспышка, или когда мы видим признаки проблемы, и мы будем использовать это три, четыре, пять ночей подряд, а затем отступим на некоторое время. Неделю и посмотрим, сохранится ли это до сих пор. С помощью этого можно вылечить большинство болезней, хорошо? Так что друзья мои, если это видео принесло,